Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Жители домов по улице Мендешева в Уральске устали бороться с нечистоплотными соседями, которые устроили стихийную свалку мусора прямо возле жилых домов. Сотрудники полиции рассказывают, что с начала года 1937 человек уже привлечены к административной ответственности за выброс мусора в неположенном месте. О том, какой штраф грозит тем, кто не соблюдает чистоту в городе, расскажут наши корреспонденты. На улице Мендешева образовался вот такой вот самосвал. Местные жильцы не соблюдают правила чистоты и не доходят до мусорки, оставляя весь свой мусор. И именно здесь, в свою очередь, сотрудники полиции предупреждают, что за незаконный выброс мусора в неположенном месте прилагается штраф в размере 30 мрп. Некоторые жильцы ленятся идти до мусорки, которая находится буквально за углом. Думаю, что здесь лучше поставить камеры. Так ведь не может дальше продолжаться. Собаки разносят этот мусор по всей улице, а наши дети здесь играют. У меня образовалась свалка буквально под окном. Сотрудниками полиции с начала года проведен ряд мероприятий. В результате 1937 человек привлечены к административной ответственности. При этом сотрудники полиции отмечают, если человек попался на выбросе мусора в неположенном месте в первый раз, он обходится лишь предупреждением. Во второй раз правонарушителю грозит штраф в размере 103 500 тенге. На ежедневной основе участковыми инспекторами полиции и сотрудниками батальонной патрульной полиции проводятся рейды совместно с местными исполнительными органами и другими заинтересованными государственными органами по благоустройству города Уральска. Также в случае обнаружения таких правонарушений привлекается к административной ответственности. В свою очередь сотрудники ЖКХ создали мониторинговую группу, которая следит за нарушениями правил благоустройства, которая начала свою работу в 2019 году. В настоящее время отрабатываются совместно с местной полицейской службой. Согласно по 505 статье было отработано 729 нарушений. Это нарушение правил благоустройства. По статье 434-2 было отработано около 500 заявлений. Соответственно, составлены протоколы в виде предупреждения. В настоящее время работа продолжается. Напомним, что с 25 марта по 29 апреля проводится общегородской субботник. По итогам двухнедельной уборки с территории города было вывезено около 1400 кубов крупногабаритных отходов. Заместителю Акима Актобе Жангельде Аубакирову государство заплатит 12 миллионов тенге. Это последствия незаконного привлечения чиновника к уголовной ответственности. Еще в январе он взыскал 5 миллионов тенге за моральный ущерб. Свои доводы Аубакиров обосновал тем, что был задержан и осужден на 7 лет, а затем оправдан. За ним было признано право на реабилитацию и возмещение вреда. Подробности нашумевшего дела в материале Лейла Уесовой. На основании решения суда Жангельда Аубакирова сняли все обвинения, после чего оправданного чиновника восстановили в должности заместителя Акима Актобе. Он вернулся на свое рабочее место в городской Акимат, а также попросил суд возместить ему утраченную заработную плату за период вынужденного прогула. С учетом инфляции сумма составила почти 23 миллиона тенге. Однако его требования суд не удовлетворил. Гражданское дело к Минфину рассмотрели в апелляционной инстанции. В итоге судьи и коллеги посчитали, что справедливым будет удовлетворить требования частично. В пользу гражданина Аубакирова взыскан имущественный вред, нанесенный привлечением его к уголовной ответственности и незаконным осуждениям. В сумме 12 миллионов 404 тысячи 702 тенге. Судебный акт вступил в законную силу. Напомним, в 2020 году на Жангельда Аубакирова завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый был причастен к хищениям и растрате бюджетных средств. Выделенных на новогоднее оформление города. В июне 2021 года Аубакирова приговорили к 7 годам лишения свободы. И пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Но уже в августе срок в колонии ему заменили на 4 года ограничения свободы. В мае 2022 года громкое дело отправили на новое рассмотрение. И к концу лета его полностью оправдали. В январе 2023 года Аубакиров отсудил у государства 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Теперь государство ему заплатит еще 12 миллионов. В Уральске двое мужчин пытались отобрать сотовый телефон у 14-летней девочки. Инцидент произошел в поселке Деркул. Момент попытки грабежа был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. На место незамедлительно отправился наряд полиции. Подъехавшие сотрудники предотвратили грабеж и задержали нападавших. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что грабят не только взрослые. Стражи порядка раскрыли по горячим следам еще один факт грабежа. 16-летний подросток, угрожая применением насилия, отобрал сотовый телефон у несовершеннолетнего 2008 года рождения. Полицейские юного грабителя задержали. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан оба 1983 года рождения. Мотивы столь странного поступка выясняет следствие. По второму факту, что подозреваемый задержан по горячим следам, меры пресечения избрана подписка о невыезде. Досудебное расследование начато по статье 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан грабеж. В уральский полицейский автомобиль марки УАЗ столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла 6 апреля примерно в 20 часов на улице Курман-Газе. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудник полиции за рулем служебного автомобиля при повороте не уступил дорогу встречной машине и совершил столкновение. В результате ДТП владельцам транспортных средств нанесен материальный ущерб. Пострадавших нет. Полицейский водитель согласно заключению медицинского свидетельствования был трезв. Данный факт зарегистрировано в КУИ Управление полиции города Уральска. В отношении полицейского водителя составлен административный протокол по статье 610 ч. 1 кодекса об административных правонарушениях. В Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекаре-2023», направленное на предупреждение браконьерства и незаконного оборота рыбы и ее продукции. В ходе проведения ОПМ за один день было задержано четверо граждан, перевозивших рыбу без соответствующих документов. Общий вес изъятого составил около 200 кг. Один из них, 29-летний мужчина, был задержан на автодороге Уральска-Трау, который вез в машине «Тойота Альфард» 25 мешков сазана, судака, карася без соответствующих документов. Нарушителем закона грозит тюремный срок до 4 лет. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В Мангостаусской области в прошлом году правоохранительные органы заблокировали 110 сайтов, распространяющих наркотики. В этом году прекращена деятельность 15 таких сайтов. Активно ведется работа и с рекламой наркотиков на городских улицах. Так, представители компетентных органов уничтожили граффити на стенах домов и зданий, рекламирующих наркотики. В целях предотвращения злоупотребления психоактивными веществами, выявления потребителей наркотиков и предотвращения употребления наркотиков и незаконного оборота среди молодежи, было предложено создать межведомственную рабочую группу с участием представителей прокуратуры, правоохранительных и уполномоченных органов. К слову, в этом году наркопреступность в регионе снизилась на 49%. Неделю назад Комитет национальной безопасности задержал четырех граждан Иранской республики. Они доставили через Каспийское море около 15 килограммов наркотических веществ. Четыре гражданина сейчас заарестованы. Ведется расследование. В Уральске на базе воинской части 55-17 прошел торжественный митинг в память о 17 воинах, погибших в боевых действиях на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года. В этот день отдать дань памяти воинам, сложившим головы на поле битвы. К обелиску пришли ветераны внутренних войск, воины-интернационалисты, представители военно-правоохранительных органов, воспитанники военно-патриотических клубов, общественность города, а также весь личный состав регионального командования Батыс и воинской части 55-17 Национальной гвардии Республики Казахстан. Цветы к памятнику, на котором высечены имена погибших казахстанцев, возложили представители общественности ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, военнослужащие, курсанты военного института и школьники. Сегодня, 7 апреля, день памяти наших боевых товарищей, которые погибли на таджико-афганской границе, которые остались верны долгу и присяге, которую дали они единожды. Также сегодня наши ветераны вспоминают Радика Калмулдиева, уроженца Ченгерлазского района, единственного погибшего нашего в очереди Пшихар, где погребли 17 воинов. Среди тех, кто самоотверженно противостоял террору, был казахстанский миротворец Раджан Батарханов. В ожесточенном бою 19-летний парень вышел на передний план, нанес первый удар по террористам и спас жизнь всей роде. Отвагу бойца сегодня вспоминают его сослуживцы. «Это была сложная битва. Мы были совсем молодыми. Парням было всего по 18-19 лет. Я помню, как к Пшихарскому горному ущелью подъехали машины маджахедов. Их было около 200 человек. Я все еще помню своего сослуживца Раджана, который мужественно погиб в том бою». Напомним, ровно 28 лет назад, 7 апреля 1995 года, в Шахаравском горном ущелье на Таджико-Афганской границе под обстрел маджахедов попала казахстанская 7-я сводная рота. В ожесточенном бою с превосходящими силами, благодаря героизму и стойкости военнослужащих, была пресечена попытка боевиков захватить выгодные позиции. В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов. В Уральске почтили память ветерана органов прокуратуры Утигена Сеитова. 6 апреля текущего года исполнилось 100 лет со дня его рождения. По этому случаю в прокуратуре города состоялось мероприятие. Сеитов Утиген Сеитович являлся участником Великой Отечественной войны, политическим и государственным деятелем, государственным советником юстиции первой степени, Утиген Сеитов родился в Актюбинской области, был трижды ранен на полях сражения Великой Отечественной войны. Работал в органах прокуратуры разных областей Казахстана, имеет звание заслуженный юрист Казахской ССР, почетный работник органов прокуратуры. В ходе мероприятия действующие сотрудники прокуратуры ознакомились с биографией ветерана. Сегодняшняя встреча меня, можно сказать, вдохновила на развитие, на внесение вклада во благо нашего государства, во благо нашего народа. Все, что услышано, меня действительно вдохновило, это очень огромный вклад для меня, в том плане, как для развития, как сотрудника, в то же время для роста моего профессионализма. На ИПМАМ областной центральной мечети Уральска рассказал о том, кто освобождается от обязательства соблюдать пост. Это люди, не исповедующие ислам, путешественники, находящиеся в дороге более суток, а также те, кто страдает серьезными заболеваниями. Священный месяц Рамазан в текущем году начался 23 марта и продлится до 21 апреля. В это время верующие воздерживаются от приема воды и пищи от рассвета до заката солнцем. Вообще-то пост полезен для здоровых людей. Освобождается от поста дети, умолюшенные, потом путешественник, потом немусульмане. Они освобождаются от поста. Остальные мусульмане пост обязаны держать. Меморандум о сотрудничестве подписан между областным департаментом юстиции, палатой частных судебных исполнителей и средствами массовой информации. Процедура подписания меморандума состоялась в департаменте юстиции. Основная цель документа – обеспечение взаимной поддержки и активного участия в деятельности судебных исполнителей, освещение деятельности департамента юстиции. Западно-Казахстанской области и средствами массовой информации области Заключен меморандум для обеспечения взаимной поддержки и активного участия в продвижении и популяризации деятельности судебных исполнителей, а также использование на основе партнерства имеющихся у сторон информационных правов и иных организационных ресурсов при создании совместных мероприятий. В одной из школ Актау скоро откроют классы, где одним из языков общения будет французский. Для этого в школьную программу ввели факультатив, который посещает около 60 учеников. Учениками занимаются специалисты, прошедшие стажировку во Франции. Процесс обучения оценили представители посольства Франции в Казахстане. Французский язык Два учителя школы Эйцея прошли 10-дневную стажировку в городе Виши, Франция, в прошлом году. Их специально пригласил коллектив университета Клирмон-Ферран. Актауские учителя ознакомились с программой преподавания математики и французского языка. Получили опыт. По словам представителя посольства Франции в Казахстане, это пилотный проект. На основе двустороннего сотрудничества он пока реализуется в Астане и Алматы. Теперь к этому списку добавился город Актау. Очень активно работал и уже начинал открывать специальный класс, где преподается математика на французский язык. Это касается детей, которые уже знают французский язык и которые хотят одновременно улучшить уровень французских знаний и французский язык, но и одновременно готовится математика на французский язык, чтобы потом они могли поступать во Францию в самые престижные наши вузы. Важной частью мероприятия стало свободное общение детей с иностранным дипломатом. Подрастающее поколение интересовалось учебной программой за рубежом, меню и даже футбольными командами европейских стран. Представитель посольства был впечатлен тем, что вопросы учащиеся задавали на французском языке. В Уральске состоялся матч первого тура Первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, в котором Акжаик принимал Семипалатинский Елемай. Матч закончился со счетом 1-1. Как прошла игра, расскажет наш корреспондент. Этот матч закончился в ничью. 1-1. На 65-й минуте Арман Смаилов вывел хозяев вперед. Однако практически сразу же гости отыгрались. На 68-й минуте отличился Берий Кайтпаев. Долго праздновали забитый мяч. Немножко потеряли концентрацию и немножко там не доиграли. Но мы разберем детально все это. Вот эти вот наши ошибочки. Но мне очень понравился второй тайм. Второй тайм. Ребятки, ну вот они просто, ну достали в себе силенки вот эти вот резервы. Все из себя выжили, я могу так сказать. Был у нас яркий момент у Смаилова. Там должен был забивать, конечно, вы все видели. Это прекрасно. Главный тренер уральской команды Игорь Прохницкий выразил особую благодарность болельщикам, которые заполнили стадион. На пресс-конференции по окончании игры свое мнение высказал и главный тренер Елемай Ренат Алюетов. Хорошая игра, как я уже и сказал, что две команды, которые не хотели сегодня проигрывать. И всегда сложно приезжать в Уральск. Я здесь неоднократно был с разными командами. Отсюда увести очки очень сложно. Команда такая домашняя, боевая, не сдается. Местных ребят очень много здесь играет. Сегодня как в одну сторону, так и в другую были моменты, которые могли повлиять на результат. Что касается ближайших матчей команд, то во втором туре первой лиги Акжейх в гостях сыграет с Экибастузом. А вот 19 апреля он отправится в Алматы на игру 1-8 финала национального кубка. Их соперником станет всеми известный футбольный клуб «Кайрат». Дана Керимбаева, Айбула Джигапар, Александр Грабберев, телеканал ТДК-42. Магазин Мечта Уважаемые жители и гости города, у нас отличная новость. Порадуйте себя и своих близких. Только до 10 апреля в Мечте действует кэшбэк до 30%. Эти бонусы вы можете потратить на следующие покупки, оплатив ими до 99% от стоимости. А двойную выгоду ко всему добавляет возможность оформить все в рассрочку до 12 месяцев от Каспий Банк без процентов комиссии и переплат. Спешите за выгодными покупками. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Курмагаза 69, в районе Центрального рынка, улица Сармадатова 10-1, а также в городе Аксай, микрорайон 5А, дом 6А. Это были все новости к этому часу. Обзор главных событий за уходящую неделю смотрите в воскресенье в программе «Итоги недели» вместе с Гульнарой Умаровой. Еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках новостей. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова